Всем привет! Проходит второй конкурс дебютов от Института развития интернета. Нам поступают вопросы об условиях участия, и чтобы вам было проще, в этом видео мы ответим на самые популярные. Для начала обозначим общую информацию. Чтобы подать заявку, перейдите на сайт iri.rf, создайте личный кабинет участника и заполните электронную форму. Заявки принимаются строго до 12 декабря до 18.00 по московскому времени. Победители станут известны до 5 марта 2024 года. Обязательные условия конкурса – наличие дебютанта и наставника. Дебютант – это тот, кто учится или учился по направлениям творческих креативных индустрий, связанных с искусством и производством контента для современных медиа. Если вы уже выпускник, образование должно быть получено вами не более 5 лет назад. Кстати, образовательное учреждение может быть как государственным, так и частным. Главное, чтобы у него была лицензия на образовательную деятельность. Дебютанты – работа над проектом должна быть вашей первой или второй работой в качестве автора сценария или режиссера, не считая учебных работ. Вашим наставником может стать деятель культуры и кинематографии, собственной фильмографии, не менее трех работ в качестве сценариста, оператора, режиссера или продюсера. Какие проекты участвуют в конкурсе? Игровой, анимационный и документальный контент, рассчитанный на молодежную аудиторию. Это может быть пилотная серия сериала, состоящего из четырех и более серий, хронометраж пилотной серии от 7 до 12 минут или короткометражный фильм от 3 до 25 минут. Созданный контент необходимо будет разместить в социальных сетях или на видеохостингах, группах, каналах, пабликах, которых более тысячи подписчиков. Чтобы проект получил поддержку, важно, чтобы он соответствовал тематическим линиям конкурса. Заявке необходимо будет описать, каким образом выбранная тематика будет раскрыта в вашем проекте. В конкурсе участвуют проекты стоимостью до 3 миллионов рублей. И по поводу сроков. Так как победители будут известны весной 2024 года, реализация проекта будет также в 2024 году. До 1 августа необходимо будет создать контент, разместить его на интернет-ресурсах и зафиксировать охват по проекту до 30 ноября 2024 года. Часто нас спрашивают, могут ли самозанятые участвовать в конкурсе. Самозанятые физические лица могут быть в составе команды проекта и физически заполнить заявку может любой член команды. Но подать заявку на конкурс может только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. И в случае победы именно с ними будет подписан договор. Поэтому, если вы хотите самостоятельно участвовать в конкурсе, у вас есть возможность до 12 декабря зарегистрировать индивидуального предпринимателя и подать заявку на конкурс. В конкурсе есть ограничения по количеству заявок. С одним и тем же дебютантом можно заявить не более двух проектов. Несколько слов о процедуре отбора победителей. Сначала каждая заявка проверяется на соответствие требованиям документации. Имейте в виду, заявка может быть отправлена вам на доработку с комментариями, что необходимо доработать и в какой срок ее необходимо вернуть. Обязательно проверяйте входящие письма. Комментарии по заявке будут направлены на адрес электронной почты, который вы укажете в заявке. Если заявка с доработки не вернется, то на следующий этап она не проходит. Все допущенные на конкурс заявки проходят экспертную оценку. Заявки, которые набрали проходной балл, выходят в финал на очную защиту проектов, после которой определяются победители. И в завершение хотелось бы дать несколько рекомендаций по оформлению и подаче заявки. Не откладывайте все на последний момент. В последний день приема заявок может быть обнаружено, что вы не заполнили обязательное поле заявки или не приложили обязательный документ, и система просто не даст вам отправить форму. К сожалению, такие ситуации были, и здесь мы уже ничем помочь не сможем. Чем раньше вы подадите заявку на конкурс, тем больше у вас времени будет на ее доработку, если она вернется к вам с комментариями. Заполняйте заявку постепенно. Информация, которую вы вносите в электронную форму, сохраняется в личном кабинете. При заполнении заявки читайте подсказки под каждым полем. В них содержится справочная информация и ссылки на рекомендованные формы документов. Также руководствуйтесь методическими рекомендациями по подготовке заявки, чтобы избежать досадных ошибок. Ну и, конечно же, прежде всего изучите конкурсную документацию. В ней содержится вся необходимая вам информация. А еще у вас есть возможность проверить себя и получить рекомендации по заявке до ее подачи на конкурс. Для этого приходите к нам на бесплатный онлайн-курс по подготовке заявки. Чтобы зарегистрироваться на курс, перейдите на сайт iri.rf в раздел «Акселератор». Всем привет! Меня зовут Ольга Беленькая и сегодня я вам расскажу о том, как заполнить бизнес-план для того, чтобы получить финансирование на реализацию вашего проекта. Кстати, хорошая новость! Бизнес-план вы будете заполнять в новом, более удобном формате, релиз которого состоялся совсем недавно в рамках конкурсного отбора дебютных проектов. Поверьте, новая система – это технологичная структура с интуитивно понятным алгоритмом действий. Что же такое бизнес-план? По сути, это смета вашего проекта. Итак, вы приступили к заполнению заявки. Выбираете вариант исполнения проекта, например, короткометражный фильм. Как только вы дойдете до бизнес-плана, система подстроится под формат вашего проекта и предложит заполнить релевантные статьи расходов. Например, авторские смежные права, компьютерная графика, расходы на продвижение и прочее. Основная часть разделов бизнес-плана заполняется с помощью выбора категории расходов из выпадающего списка. Вам остается только указать единицу измерения, ее стоимость и дать максимально подробный комментарий. С заполнением бизнес-плана помогут подсказки. Они выводятся для выбранного раздела. Также есть точечные подсказки, которые появляются при выборе определенных вариантов расходов. Следуя рекомендациям, вы сможете максимально корректно раскрыть суть и содержание расхода и обосновать его стоимость. Есть важные нюансы. В бизнес-плане отсутствуют непредвиденные и представительские расходы. Просто забудьте о данной категории расходов. Гонорар режиссера и сценариста укажите в первой статье бизнес-плана, так как они, согласно федеральному закону о кинематографии, относятся к авторам. И еще не забывайте, у нас есть несколько статей расходов, по которым действует ограничение по максимальной сумме расходов. Это такие статьи, как общестудийные расходы, расходы на продвижение и статья прибыль. Актуальную информацию о предельном лимите вы можете посмотреть в документации конкурсного отбора. Напоминаю, что все стоимостные значения в бизнес-плане указываются без налоговых начислений. Исключением являются расходы на оплату труда штатных сотрудников и оплату работы услуг физическим лицам по договору ГПХ, в стоимость работ которых входит НДФЛ. Страховые взносы, так называемые отчисления во внебюджетные фонды, платит всегда работодатель с вознаграждения сотрудника. Поэтому данный налог не является налогом сотрудника. Мы просим разделять расходы на оплату труда с НДФЛ и страховые взносы для возможности объективной оценки стоимости оплаты труда, для чего предусмотрена специальная статья в бизнес-плане. Если ваша организация является платильщиком налога на добавленную стоимость и вы указали это в соответствующем разделе бизнес-плана, то система автоматически будет начислять НДС на общую сумму вашего расхода. А теперь немного нашей внутренней кухни. Ваш бизнес-план будет оценивать эксперты ИРИ, имеющие соответствующую квалификацию и отраслевой опыт работы. Сейчас я более подробно расскажу о том, как мы оцениваем вашу смету и приведу несколько примеров ошибок, которые чаще всего совершают заявители. Первый критерий, по которому мы оцениваем бизнес-план, это экономическая обоснованность. Что это значит? Статьи расхода вашего бизнес-плана должны соответствовать цели реализации проекта и заявленной концепции. Когда в бизнес-плане мы видим, что указано несколько специалистов с одинаковыми обязанностями, например, три оператора, и при этом вы планируете арендовать четыре камеры, нам кажется, что четвертая камера не обоснована. Что делать? Если вам очень нужна четвертая камера и вы, например, планируете ее поставить на общий план, просто напишите нам об этом в комментариях. Таким образом вы сможете обосновать данный расход. Другой распространенный вариант ошибки, когда мы вообще не понимаем из описания расходов бизнес-плана, зачем вам группа каскадеров, пиротехники, если вы в описательной части заявки, синопсисе и презентации проекта указали, что планируете снимать семейную мелодраму в локациях трехкомнатная квартира на окраине какого-либо города. Следующий критерий, по которому мы оцениваем ваш бизнес-план, это соответствие рыночным ценам на аналогичные работы и услуги. Каждый расход бизнес-плана наши эксперты сравниваются с среднерыночными данными, а также со стоимостью реализации аналогичных проектов. Отдел экспертизы ИРИ сформирован из отраслевых специалистов с многолетним опытом. В том числе они работают со статистическими данными проведенных экспертиз и реализованных проектов, а также учитывают тенденции рынка. Это тот самый случай, когда вы договорились с режиссером на определенный гонорар, а эксперт ИРИ говорит, что этот гонорар выше рынка и рекомендует снизить расход. Что вы сделали неправильно? Я подскажу. Вы написали недостаточно детальный комментарий. Ваша задача – помочь нам оценить профессионализм вашего специалиста. Напишите, кто ваш режиссер, приложите его портфолио, дайте ссылку на шоурил. Это будет отличный содержательный комментарий. Даже если вы не определились с режиссером, но у вас есть дримкаст, укажите кандидатуры. Третий важный критерий – детализация. Для нас очень важно, чтобы все, что относится к области финансов, было понятно и прозрачно. Поэтому мы ждем от вас подробностей о сути содержания расходов в графе «Комментарий». Особенно это касается статей расходов, аренда оборудования и компьютерная графика. Это те категории бизнес-плана, по которым чаще всего у экспертов возникает вопрос из-за отсутствия корректных комментариев. Мы просим подробно описать комментарии, стилистику и объем компьютерной графики, дать ссылку на референс и указать предполагаемый хронометраж. Потому что и простой титр с именем и фамилией, и создание сета – это компьютерная графика. Но разница в цене огромная. Я очень надеюсь, что это небольшое видео поможет вам заполнить бизнес-план быстро и качественно. Я желаю вам удачи! Мы в Институте развития интернета ждем ваши проекты!